Перестрелки, ночные клубы и любовь к России Чем живет современный Афганистан Политика мир Полночь одна 28 октября 2019 года русские отступили, а мы проиграли перестрелки Ночные клубы и любовь к России Чем живет современный Афганистан Фото Джерри Лампен, Ройтез Афганистан могила империй Ни одна попытка завоевать его не увенчалась успехом В памяти россиян эта страна тоже осталась как арена наиболее противоречивой и бесславной войны в истории СССР Советского Союза давно уже нет, а Афганистан по-прежнему существует Здесь странным образом уживается исламский фундаментализм талибов и развязная клубная жизнь ночного Кабула Корреспондент ленты.ру Александра Ковальская отправилась в афганскую столицу Чтобы понять, чем живет Афганистан сегодня, что думают афганцы о России и русских и ждут ли они мира 27 сентября, Кабул, ночь накануне президентских выборов Пусть голосуют, раз ума нет Пальцы им обратно никто не пришьет Громко ругается на хорошем русском местный житель Махмуд, учившийся в свое время в Советском Союзе Мы сидим за бетонным забором одного из кабульских дипломатических учреждений и пьем чай Кому охота в гроб? За что? Кто заплатит, тот и победит Это всем ясно Я в эти игры не играю Не унимается мой собеседник По ту сторону оград и шлагбаума в Кабул готовятся к худшему Талибы грозят смертью каждому афганцу, решившемуся проголосовать Соцсети пестрят сообщениями вроде сидите дома или берите с собой саваны Афганцам есть чего бояться На прошлых выборах, пять лет назад, произошло 690 нападений И с тех пор ситуация лучше не стала В этот раз ждут атаки со стороны талибов И со стороны их заклятых врагов-боевиков исламского государства С ночи полиция перекрывает движение по основным магистралям А огороженные бетонными заборами кварталы переходят в режим локдаун Въезд и выезд запрещаются полностью Тысячи афганцев гадают, переживут ли они завтрашний день До дня выборов из 18 и кандидатов добрались 12 Как внутри страны, так и за ее пределами популярностью Пользовались лишь трое Ашраф Гани Ахмадзай, Абдулла Абдулла и Гульбеддин Хикматияр Ашраф Гани, действующий президент, 70 лет, пуштун, гражданин США, выпускник американского университета Берута и колумбийского университета, доктор Нук Любит сравнивать себя с королем Уманулой знаковой фигурой Он добился независимости Афганистана 100 лет назад и ратовал за просвещение и прогресс Впрочем, многие шутят, что Гани знает Афганистан лишь по своим университетским учебникам Охрана у штаба Гани фото Абдулла Абдула, 59 лет, таджик Утверждает, впрочем, что его отец был пуштуном Представители этой этнической группы правят Афганистаном с 1774 года И не похоже, что ситуация переменится в ближайшем будущем Впрочем, в пуштунское происхождение Абдулла верят далеко не все Он выпускник Кабульского университета, офтальмолог по образованию Во время гражданской войны был соратником полевого командира Ахмад Шаха Масуда И врачом в отряде его панчерских маджахедов Позднее занимал пост министра иностранных дел В 2009 году он отказался от участия во втором туре Не веря в честность выборов В 2014-м испорил результат голосования И при посредничестве США разделил власть на и полномочия с Ганей Абдулла Абдулла на одном из предвыборных митингов фото Гульбеддин Хикматияр, около 70 лет Точный возраст неизвестен, пуштун Бывший полевой командир, глава Исламской партии Афганистана Интересно, что награду за живого или мертвого Гульбеддина Афганское правительство обещало еще в 1976 году В современной политике он буквально пару лет В 2016-м он показательно примирился с правительством А на недавних дебатах заявил, что его единственный оппонент коррупция В случае честных и прозрачных выборов Хикматияр не сомневался в своей победе Завидная уверенность для человека, известного под прозвищем «Кабульский мясник», чьи ракеты разносили город до основания 20 лет назад Его возвращение на политическую арену вызвало в свое время волну протестов среди жителей Кабула Гульбеддин Хикматияр фото Дороги от дома половину сигарет выкурить, а машины уже дважды проверили Стараются, шакалы Жалуется Махмуд, пока я влезаю в бронежилет У входа в избирательный участок автоматчики в серой форме На входе проверяют все возможные удостоверения личности Долго присматриваются к фотографиям Потом в закрытом помещении женщина в форме просит открыть сумку, разуется, проверяет карманы, а потом одежду, проводя ладонями от шеи до щиколоток Кажется, движет ею в первую очередь любопытство, хотя недооценивать опасность нельзя По всей стране порядок охраняют 70 тысяч силовиков Весь день приходят сообщения о ракетных обстрелах, взрывах и локальных боях Впрочем, жертв пока, кажется, нет Участки открыты со шести утра, но народу практически нет Работники комиссии скучают за портами в пустых классах, но сидят подальше от окон на случай, если в школьный двор закинут гранату На доске надписи мелом об историческом значении выборов шесть числа месяца Мезона 1398 года в Афганистане сейчас конец Века посолнечной хиджи И сама процедура голосования представляет собой занятное сочетание средневековья и высоких технологий Ближе к полудню в школу постепенно приходят все больше избирателей Работники афганских избирательных комиссий обрабатывают биометрические данные фото Афганцы голосуют, окуная указательный палец в краску и прикладывая его напротив имени кандидата Можно, конечно, и просто расписаться, если умеешь, потому что уровень грамотности остается низким Но запачканный фиолетовой краской палец атрибут социального активиста и сознательного гражданина Который пренебрегает угрозами террористов и готов рискнуть собой ради лучшего будущего Рядом с именами и фотографиями кандидатов расположены картинки Гани раскрытая книга Абдула Весы, Хикмати Яр восходящее солнце Ну и символ он себе выбрал Слышится на участке Лучше бы черный квадрат взял Темнота и больше ничего Процедуре голосования предшествует электронная регистрация А на входе в участок избирателей проходит биометрическую аутентификацию Которая в 14 веке приживается плохо и регулярно сбоит По сообщениям кабульского сарафанного радио Пять лет назад Абдула Абдула долго ждал у входа Пытаясь удостоверить свою личность при том, что в лицо его знали все Бородатые избиратели в тюрбанах отвечают на вопросы одинаково-немногословно И одинаково-неохотно За кого вы голосовали? Вы этого имени не знаете А вы? За Абдулу За кого голосовали в 2014-м? За Гани А до него за Хамида, Корзая Почему Абдула? Интересно узнать, что он может сделать? Примерно такой ответ давали многие голосовавшие за Абдулу Сторонники Гани чаще отвечали он образованный и перечисляли академические достижения нынешнего президента Но усилия образованного Гани по созданию чего-то нового и эффективного приносят мало пользы Хотя, по слухам, президент работает по 20 часов в сутки и безжалость начитывает починенных за недостаток усердия Многим интересно, что может сделать Абдула Именно потому, что за пять лет многие афганцы уверились Гани не может почти ничего Ни один интеллектуал-профессор на его месте не смог бы На вечеринке в Таймани, где западные журналисты и афганские чиновники через пару дней после выборов танцуют под рок-музыку 60-х Ко мне подходит молодой человек со стаканом виски Представляется Его имя мне знакомо несколько раз Я видела его на сайтах И Избирательный участок фото Утро 29-го приносит первые цифры Около 70 зарегистрированных атак Пара десятков пострадавших СМИ получили распоряжение не акцентировать внимание на негативе Тех, кто был готов пожертвовать собой во имя демократии Тоже оказывается немного Из зарегистрированных 9,5 миллиона избирателей проголосовали только 2 миллиона Обеспечив рекордно низкую явку Трудно сказать, что деморализовала электорат большая активность Талибана Или фактическое отсутствие альтернатив Меня удивляет, что талибов называют религиозными экстремистами Рассказывает мне 28-летний Хикмат Высокопоставленный афганский чиновник Возможно, слишком молодой для своей должности Но с хорошими знакомствами и семейными связями Они не просто не религиозные Они вообще ничего не знают про ислам Даже ты знаешь больше Мне было 4, когда я попал в их медреси в Кандагарри У нас был учебник с задачками Вроде у Залмая в автомате 7 пуль Он убил 6 русских Сколько пуль он потратил Сумасшедший мула, который был у нас учителем Пугал нас Если заткнуть уши, услышите шум адского пламени Ад близко Мы должны были носить тюрбаны и учить суры наизусть Причислять талибан к религиозным экстремистам Действительно не вполне корректно Да, их офис в Катаре вывесил белый флаг Исламского Эмирата Афганистан Противопоставив себя администрации Тогдашнего президента Карзая Но по сути слова Исламский не является ключевым Талибская доктрина куда лучше укладывается В рамки национально-освободительного движения Нет иностранным захватчикам Нет марионеточному правительству Вся власть советам Племенным Идеальным остается строй образца 1996-2001 годов Когда захватившие власть в стране талибы Начали перекраивать ее по своим лекалам И объявили войну прогрессу и влиянию Запада В самом широком смысле Нетрудно догадаться Что при восстановлении строя талибов Участь воспитанных гани прозападных младоафганцев Окажется незавидной Участь национальных меньшинств тоже Женщинам повезло чуть больше В ходе недавних мирных переговоров талибы заявили Что готовы предоставить им права в рамках ислама и афганских ценностей Но и это, признаться, звучит не очень обнадеживающе Кабульский ресторан фото Занайденный дома поэтический сборник побои За попытку учить детей чему-то кроме чтения Корана Побои и арест Однако самые жесткие запреты коснулись женщин Ни образования, ни полноценной медицинской помощи Нельзя сидеть у окна, нельзя смеяться Это вводит во грех правоверных Вышла на улицу одна Плеть и палки Тайна продолжала работать Арест Подозрение в супружеской измене Казнь Подчеркиваю, подозрение Пуштунская культура чести в этом случае приговаривает к смерти без доказательств В провинциях, где племенные законы по-прежнему ставятся выше Конституции Подобное практикуется и сейчас В прошлом году в прессу попал такой случай Женщина нашла автомат под грудой белья во время уборки и случайно Выстрелила себе в лицо Спасти ее не удалось Должностные лица не стали расследовать это дело как и сотни других Регулярно пополняющих статистику ООН Сейчас талибы намекают, что готовы идти в ногу со временем Однако им мало кто верит Во-первых, движение неоднородно по структуре Одни готовы к компромиссу Другие обещают биться до победного конца Во-вторых, племенные законы в сочетании с псевдоисламской моралью Которую вкладывают в головы бойцов полуграмотные мулы Тут еще коктейль молотова В случае, если мирный договор с США все-таки будет подписан Иностранный контингент выведен, а представители талибана войдут в правительство Предсказать их поведение или проконтролировать соблюдение условий будет невозможно Если они решат вернуться в 14 век, в Афганистане не будет силы, способной им в этом помешать Запреты и казни могут снова стать повседневностью В Кабуле в это трудно поверить Интерьер кафе, где мы обсуждаем политические проблемы, наводит на мысли о Нью-Йорке На стене портрет Фриде Кала, под ним гитарист с волосами до плеч наигрывает на гитаре Джорджа Гершвина В Кабуле таких кафе немало, и они породили своеобразную субкультуру свободолюбия Тут проходят импровизированные концерты, а иногда и дискотеки Тут назначают свидания и набивают татуировки В Кабуле есть художники, рок-группы и модельное агентство Разумеется, все они регулярно получают угрозы Пару лет назад местная молодежь начала праздновать День Святого Валентина И теперь 14 февраля одна из центральных улиц исчезает по дворах амбукетов и связками воздушных шаров В прошлом году состоялась первая вечеринка, посвященная Хэллоуину Сюжет о которой сняла одно из центральных новостных агентств Правда, все участники были в масках, а их голоса намеренно изменили Слепое подражание Западу? Нет Скорее желание приблизиться к той нормальности, которая олицетворяет Запад Стремление иметь те же права, что и ровесники в цивилизованном мире Иметь выбор Моей матери за 60, и она тоже голосовала, рассказывает лавочник в Шахренау, имени которого я не успела спросить Он заговорил со мной по-русски, когда я проходила мимо Я почти не удивилась, среди афганцев старше 40 знания русского вовсе не редкость В кабульском политехе профессора подходили просто для того, чтобы сказать здравствуйте, как дело? И сами радостно удивлялись О, я еще помню Еще могу говорить Мой учитель афганец рассказывал, как в 80-е они всей семьей смотрели Ну, погоди В его произношении Ну, погоди А потом вместе с соседями гадали, что будет дальше Отношение к России в Афганистане неоднозначное Кто-то, узнав, откуда я, стремится пожать руку и спрашивает, когда мы вернемся с миром Кто-то винит в том, что в свое время мы не поддержали дружественного в Москве президента Наджибулу Кто-то спрашивает, почему вы на нас напали Кто-то, хотя таких очень мало, откровенно ненавидит От бывших маджахедов можно услышать Дураки мы были, что с вами воевали, а отношения молодых людей в среднем благожелательный нейтралитет Кабульский рынок фото Мой собеседник, сказав пару слов об учебе в Ростове и пожаловавшись на отсутствие языковой практики Переходит с русского на дари Мать говорила, что будет голосовать, даже если нет хорошего кандидата, потому что не хочет Чтобы было как раньше, чтобы кто-то захватывал власть силой Конечно, мы боялись, потому что на участке мог быть взрыв, но она все равно пошла Да, я тоже пошел За кого? Это не важно Передо мной сидят за чашкой кофе афганские коллеги Оба пишут для Associated Press Я вообще не голосовал, о чем ты? А почему палец в краске? Каллиграфией занимался Хусейн прячет руку под стол Я тебе сам скажу, за кого он голосовал Перебивает Кайсар За Абдуллу, конечно Таджик за Таджика А я за Ганни Хотя не совсем за него Как это? Мне нравится Амрула Салех из его команды Можно сказать, я голосовал за Салеха Он опытный и знает, что делает Ганни сделает то, что скажет Америка А Америке плевать на нас Трамп прервал переговоры из-за того, что погиб американский солдат Один солдат А как насчет тысяч афганцев? Вы верите в мирные переговоры? Приходится Страшно, конечно Если соглашение подпишут А потом талибы его нарушат Но другого выхода нет Надо верить Нам тут приходится быть оптимистами Быть реалистом в Афганистане Через пару дней захочется повеситься Когда талибы вошли в Кабул в 96-м Отец приказал нам всем надеть праздничную одежду Говорит Хусейн Сам повязал галстук Радовался А через пару дней они меня избили за то, что я не говорил на пушту Я бы проголосовал за кого угодно, лишь бы они не вернулись Хоть за Трампа Слушай, неужели ты думаешь, что людям в России действительно интересно, кто у нас будет президентом? Спрашивает Кайсар Серьезно Все устали от плохих новостей Афганистан Афганистан Афганистан